Здравствуйте! С полезными советами вновь Виталий Декабрёв. Я не знаю, миновала ли угроза заморозков или нет, но больше рассаду перцев для открытого грунта я держать в тесных кашпо не могу. Сердце кровью обливается. На свой страх и риск буду высаживать. Здесь у меня новые грядки, поэтому заправлять их придётся по полной программе. И для этого я буду сегодня использовать три ингредиента, хотя, конечно, надо бы четыре. Но один ингредиент у меня неожиданно закончился. Но обо всём по порядку. Первый ингредиент, который я вношу в почву, это быстрое питание. Называется он биогумус. В каждой программе об этом рассказываю. И заправлять его буду по всей площади. Вот в этом пакете 15 литров. На трёхметровую грядку шириной 70 сантиметров мне нужно будет 10 литров. Вот вношу по всей площади. Тем более, что к перцам, как уплотняющую культуру, я подсажу сельдерей. В своей работе я использую чираевский биогумус. Он произведён по строгой технологии и имеет высочайшее качество. Дорогие друзья, просите директоров магазинов вашего города привозить именно этот биогумус тольяттинского производителя. Не покупайте подделки. Остатки пойдут на другую грядку. Вот теперь всем тем культурам, которые будут здесь расти, питания будет предостаточно. И ещё вот тот ингредиент, которого мне сегодня не хватило, это зола. Но ничего страшного, внесу её попозже. Зола – это источник калия, но и, конечно же, других элементов. И вот золу нужно вносить из расчёта где-то 100 граммов на 1 квадратный метр. Почва на моём участке очень тяжёлая, поэтому всегда вношу разрыхляющие компоненты. Сегодня буду вносить вермикулит. Это не только разрыхлитель почвы, он является ещё и дополнительным источником питания. Там есть некоторые микроэлементы, он отлично впитывает влагу. И на вермикулите не поселяется патогенная микрофлора. В почве он работает достаточно долго, как, впрочем, и биогумус. Биогумуса хватает на 3-5 лет. И вот уже в следующем сезоне я биогумус не буду вносить по всей площади, а буду его вносить только в лунке. Вермикулит на месте и вношу третий, очень важный, я бы даже сказал, самый главный ингредиент. Это измельчённый леонардит. Знаете, чем богат этот природный минерал? В нём огромное содержание гуминовых кислот. А гуминовые кислоты, как известно, это основа плодородия почвы. Они связывают все элементы питания воедино. То есть они не уходят в глубокие слои почвы, остаются в верхнем плодородном слое. И все эти элементы достаются растениям. Вот если вносить леонардит регулярно, каждый сезон, то удобрениями начинаем пользоваться всё меньше и меньше. Пока я леонардит встречал только в препарате почвоулучшитель. И он, кстати, очень экономичен. Всего 3 килограмма нужно внести на 1 сотку земли. Все компоненты у меня на месте. Поверьте, урожая перца у меня будет предостаточно. Всё это тщательно перемешиваю вилами. А я уже приступаю к посадке. Сельдерея Ни в коем случае при посадке не заглубляйте точку роста. Иначе она подгниёт, и растение может погибнуть. Все растения на месте. Остаётся только сделать полив. В воду добавил биологический фунгицид для обеззараживания грунта. Я не хочу, чтобы мои перцы или сельдерей заболели корневыми или прикорневыми гнилями. Грядку просто так не оставлю, а натяну парник вот точно такой же, как у меня стоит на баклажанах. Он с белым нетканым материалом, и он очень хорошо защищает растения от холода. И дома, и на грядке все растения в порядке. Спрашивайте продукцию в магазинах вашего города. На этом всё. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе, который так и называется Виталий Декобрёв. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, добавляйтесь в группы в социальных сетях. Желаю здоровья вам и вашим растениям. Желаю здоровья вам и вашим растениям.